Фитнес-фестиваль «Движение жизни», организованный по инициативе Ивановской наркополиции, набирает обороты. С начала этого года в нем приняли участие 7 тысяч учащихся школ и профтехучилищ. За 7 лет существования статус фестиваля постоянно рос. Сначала городской, затем областной. Теперь в Иваново регулярно приезжают гости из соседних регионов – Ярославской, Владимирской и Костромской областей. Впервые участие в фестивале приняла команда из Твери. Мы не просто приехали, а привезли с собой нашу тверскую команду из 11 человек. Девочки имеют международный уровень, они неоднократно выступают на данного рода мероприятиях. И в том числе они решили также приехать и попробовать свои силы. Первый раз за историю существования фестиваля «Движение жизни», «Фитнес-марафон» и «Свои силы» вне конкурса попробовали ребята с заболеваниями органов слуха. Новость об участии в фестивале дети восприняли с энтузиазмом. Поехать смогли не все желающие, так как количество членов команды ограничено. На самом деле не первый раз мы участвуем в подобного рода фестивалях на уровне с обычными общеобразовательными школами. И скажу даже без ложной скромности, мы заняли второе место вот этой осенью в фестивале «Мы за здоровый образ жизни». То есть ребята способны показывать уровень такой же, как и ребята из обычных школ. Всего в финал фитнес-фестиваля выше 220 девушек и юношей, победителей отборочных туров. Участников финального марафона могло быть и больше, но только не каждый спорткомплекс может вместить всех желающих. Перспектива появилась, когда у нас будет в Иваново построен дворец спорта. Поэтому если он построен, а он будет построен, я не сомневаюсь, то есть, наверное, там будет площади больше, наверное, будут условия другие. И, конечно, можно привлекать уже и больше количества команд. По итогам фитнес-марафона лучшей оказалась гимназия номер три. Но без подарков не осталась ни одна команда. Спонсоры учредили множество номинаций. Поощрялись артистизм, сложность движений, а также костюмы участников фестиваля «Движение жизни». Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.